21 июля 2017 года суд вынес приговор в отношении Ланнашора. Обоснованные решения обнародовали месяц спустя. Чтобы узнать, почему документ до сих пор не перевели, мы отправились к суде Андрею Николчу, который рассматривал дело в первой инстанции. Судья отказался комментировать ситуацию. Мы попытались добиться ответа у вице-председателя суда Дарина Дулгиеру. Секретарь нам пояснила, что судья в отпуске, но служитель Фемида находится в своем кабинете. Дулгиеру подтвердил, что находится в отпуске и попросил явиться на следующей неделе. Как говорит адвокат Ланнашора, приговор его клиента содержит чуть более сотни страниц. Документ находится на стадии перевода уже полгода. По делу предпринимателя Вячеслава Платона документ в 120 страниц перевели за месяц. Оба получили обвинительные приговоры в тот же период. Из-за долгой процедуры перевода в апелляционную палату своевременно не передали дело Григория Петренко, осужденного летом прошлого года инстанцией сектора Рыжкановка. Председатель Высшего Совета Магистратуры, Виктор Мику, считает, что виной всему не хватка переводчиков. Виктор Мику, считает, что ситуация может измениться, если переводчикам предоставить статус государственных работников, а зарплату повысит. Примара Аргеева приговорили к 7 годам и 6 месяцам с отбыванием наказания в колонии полузакрытого типа. Сейчас Элан Шор находится под юридическим контролем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...